Ladies and gentlemen, the show is about to begin! Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы первыми получать новинки моего канала. Ну а по кликабельным ссылкам в конце видео вы сможете с легкостью перейти на другие интересные рубрики моего канала. И не забывайте следить за подсказками в правом верхнем углу. Уже подписались на канал? Тогда можно начинать! Итак, 13 место нашего чарта достается Клеолей из серии Freaky Fusion. Клеолей это удивительно успешный гибрид из коллекции 2014 года. Она наполовину Дорли и Страйп, и наполовину Клео Данил. В общем, Маттелл соединил тематику Египта с кошачьей. А ведь именно там кошка имела статус божественного животного. Такая вот смесь двух красавиц школы монстров, которые очень разные по характеру. В итоге Клеолей вышла очень красивой куклой и завоевала и завоевывает до сих пор большую популярность среди фанатов. А благодаря сочетанию грациозной Торолей и по-королевски неотразимой Клео Данил, эта монстряшка невероятно величественна. Под номером 12 представлены сразу две куколки. Причем это кошечки. Это Кэти Нуар и Катрин де Мяу. Но начнем по порядку. Эксклюзивная поп-певица Кэти Нуар из серии Пятница Тринадцатая. Хотя некоторые фанаты причисляют ее к серии Тринадцать желаний. Или даже базовой. Но в целом она входит в серию Гулс Найт Аут. Ночной выход монстров. Кстати, в том году она заняла почетное первое место в нашем топе. Что ж, время идет, а куклы новые выпускаются и хотелки появляются. Как вы помните, Кэти Нуар была выпущена в 2013 году, в сентябре, в пятницу тринадцатого числа. На данный момент выпуск ее закончен и она со своей ценой плавно переходит в разряд мечталок. Насколько я знаю, некоторых пугает скинтон куклы. Хотя, казалось бы, что такого в том, что это черная кошка? Ну, на вкус и цвет. А вам нравится Кэти Нуар? Напишите в комментарии. Другая героиня Катерин Демяу Скайр Мэстер. Это такая милая и одновременно скромненькая кошечка, которая оказалась самой ответственной и пунктуальной. На ней простенький, но в то же время элегантный наряд. Еще Нью Причессон. А что вы скажете про белую кошечку? Ставь лайк и подписывайся, если она тебе нрав. А если не нрав, то все равно подписывайся. Одиннадцатое место в нашем рейтинге занимает Кьерсти Тролсон бренд Бу Стьюденс. Она же дочь тролля. Помешана на игровых приставках, компьютерах и прочих гаджетах. Кукла Кьерсти выпущена на маленьком теле, что делает ее образ более азорной и азартной в играх. Признаюсь, я даже в одно время косила под Кьерсти и купила такие же очки, когда они были прямо на пике популярности. Видите, они уже пыльные. Так что теперь, пожалуй, пойду поиграю. А то приставка лежит и пылится. Пока! Вы что, мне поверили? Не переключаемся от меня. На десятом пункте находится Катрин Дмяу из серии Шриект Вриект. Шучу. Шрик Врект. Это сложно выговорить на самом деле. И надо постараться. Данная кукла выпущена после ребута с новой печатью глаз и чуть увеличенным телом. Но, к счастью, перезапуск бренда этой героини наоборот как раз таки идет. А в своем выпуске новой рубрики «Столько кукол? Сравниваем, выбираем, покупаем» я открыла для себя и, возможно, для вас супер новость. Катрин после ребута на полголовой выше своего старого выпуска. Оооо, шок! Если вы не смотрели видео, то переходите по кликабельной ссылке в конце видео или ищите ее в описании. Девятое место присуждается Гулиопе Джеллингтон Фрик Дюшик или Чик. Это сюрприз от Мотелло в 2015 году. Когда Гулиопа была младенцем, кто-то оставил ее у дверей бродячего цирка. Ее нашли в небольшой корзинке, но так и не поняли, кто именно ее оставил. Вопрос, кто же ее родители, актуален для персонажа Гулиопы Джеллингтон до сих пор. Вот такая вот печальная история, что у меня аж слезки наворачиваются. Спасите Гулиопу, не плачь, Алиса. Не плачь, Алиса. Как же без Торелей в топе? Эге-ге, это дело надо исправлять. Поэтому восьмое место по праву принадлежит сразу двум кошечкам Торелей Страйп. Торелей Страйп Фрикки Филд Трип Само Белиссимо. Для куклы Торелей Страйп чумовая экскурсия. Это отличный шанс узнать о том, что она любит больше всего. Поскольку она кошка, то она просто обожает рыбу. В рамках этой поездки ей удалось посетить аквагалерею, в которой она узнает больше о различных видах рыб и их анатомии. Еще одна Тора, но на этот раз и серии Фрик Дю Шик. Это цирковая линейка кукол, посвященная страшно ужасному цирковому шоу. Торелей Страйп в этой коллекции вышла очень женственной и привлекательной. Мне особо в ней нравится красивый аксессуар Зонт, который помогает ей держать баланс при хождении на канате в ее выступлении. Ну а седьмое место отправляется тоже сразу двум куклам. Это Твин Систерс, Пурсифона и Мяулодия, Зомби Шейк. Это самый бюджетный набор сразу из двух кошек за все время выпуска кошаков. Этим сетом заменяли другую, более дорогую хотелку базовых куколок. Но сейчас и они стали уже не дешевыми. На шестом месте делюксовый выпуск Скелета Калаверос 2016 года. Эта куколка в традиционном мексиканском наряде с очень красивыми аксессуарами. Публике очень понравилась кукла. Ее прическа, цветные пряди, необычная подставка, сочетание черного и ярких цветов, а также необычный макияж куклы с узорами. Вот только некоторым поклонникам показалось, что куклу зря лишили отличительной черты скелиты ее черного носика и прежних черных деталей макияжа. А так кукла просто супер! И почему бы не дать ей шестое место нашего топа? Годнота! Годнота! Сыпься на лаверов МХ! Эх, чего-то не сыпется. Ай! Маттел! Ты этими ребутами ранил мне сердце! 5, 4, 3, 2, 1 Внимание! Мы плавно перешли к пяти самым-самым желанным куклам Монстр Хай 2017 года. Детей до 7 лет просьба увести от экранов, закрыть им глаза и спрятать в шкаф. Ладно, я шучу. И делать вам этого, конечно, не нужно. Но признавайтесь, я же вас заинтриговала. И пятое место заслуживает Дракулаура Гулту Бэт. Дракулаура из серии Летучая Мышь появилась в продаже в 2016 году. Эта кукла была выпущена с новым лицом. А с этими крылышками она напоминает мне выпуски Барби. Тем не менее, многим фанатам Монстр Хай понравилась данная Дракулаура. А вы еще не задумывались о ее приобретении? Четвертое место переходит Инвизибили из серии Скармэстер. Это шутник, который ненавидит, когда он остается незамеченным. Он сын Человека-невидимки. О, я только что придумала нового героя для Марвел. Не, ну а че? Человек-невидимка звучит неплохо. Кстати, если верить статье в тамблере, Инвизибили имеет братьев и сестер. Действительно, достойный пацан и у счастливых обладателей этой куклы губа не дура. Это сейчас вам комплимент. Да-да. Бронзовое место занимает эксклюзивный двойной набор Кэти Нуар и Тора Лей Страйп Фирс Рокерс. Злобные рокеры. Мне этот набор особо понравился. Маттел, конечно, красава. Не показывая промо-фото, нигде не заявляя, что будет такой выпуск и серия, тупо раскидал приблизительно по пять наборов в каждый магаз Рашки. И все. Весь секрет успеха. Уверена, прошлой зимой все фанаты из других стран просто собирали быстро свои чемоданы и бегом в Russian Federation, чтобы скупить эти наборы. Ведь в России эти куклы появились даже раньше, чем в Америке. Серебряное место отправляется Изи Даун Дэнсер второго выпуска из серии Brand Bull Students. Она перевыпущена в коробке нового типа, что называется долой шаблоны, то есть картоны. Но, как оказывается, коробка особо не влияет на спрос. Главное, что внутри. Это ж изи. Ну и золото получает мой любимый, как вы знаете, герой, конечно же, коллекционная зомби Гага. Данная кукла является образом подруги зомби Боя из клипа Леди Гаги Born This Way. Я думаю, теперь Леди Гага нашла не одну сотню тысяч поклонников по всему миру. Эта загадочная улыбка и мега черные очки создали вид суперзвезды 21 века. Конечно же, монстряшка завалила буквально все социальные сети и вызвала невероятный шок и эмоции у поклонников Монстр Хай, ну а также поклонников певицы. Стоять! Ты уже хочешь переключиться? Медленно вводи мышку и досматривай видео до конца. Что ж, в этот топ могли попасть, но не попали. Шестерной базовый пэк 2015 года, Аммонита Nightshade Gloom and Bloom, базовая Каста Фирс, Клео Данил из подсерии Dance the Friday Way из коллекции Welcome to Monster High, Гулия Елвс из Slow Mo Mortovich, Love's Not Dead, монстрические соперники Дракулаура и Муаника Дией из коллекции Welcome to Monster High, Кэти Нуар Сити Шэмс Буйорк Буйорк, а также Кэти Нуар Скарместер. Пишите в комментарии, кто на ваш взгляд заслуженно и незаслуженно получил то или иное место. Ставьте лайки, если вам понравился ТОП-13 самых желанных кукол Monster High 2017 года. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик как можно скорее. Не забывайте про кликабельные ссылки сразу в конце видео. По ним вы с легкостью попадете в другие интересные обзоры на моем канале. А также ссылки на мои социальные сети для общения будут в описании. Будьте на позитиве! Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok